Водитель Мазды пошел на обгон и устроил смертельное ДТП. Трагедия произошла на автодороге Южноуральск-Магнитогорск. Сотрудники ГАИ показали кадры с места столкновения. Судя по снимкам, легковушки превратились в груду металла. По предварительным данным, 24-летний водитель Мазды выехал навстречу и столкнулся с Део Некси. От полученных травм 49-летний пассажир Некси скончался на месте. Фургон, который сдавал назад по тротуару, задавил женщину. Жуткое ДТП случилось у дома 43 на улице Энгельса. 43-летняя женщина шла по тротуару и смотрела в экран телефона. Внезапно она подняла голову и увидела, как к нее движется фургон. 20-летний водитель машины женщину не заметил и буквально переехал в Челеменку. К счастью, дама жива, но получила травмы. Двое детей пострадали в ДТП в Златоусте. По предварительным данным, 19-летний парень на Киа начал поворачивать налево с правой стороны. В результате этого столкнулся с Тойотой. За рулем был 35-летний мужчина. В одной из аномарок находились дети в возрасте 5 и 11 лет. Им понадобилась медицинская помощь. Вот, на энергетика сегодня авария, как всегда. Смотрите, будьте всегда внимательны. Молодой мотоциклист пострадал в ДТП. По предварительным данным, участниками столкновения стали 45-летний водитель на Вольсвагене и 23-летний байкер. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась мотоциклисту. Машина налетела на ограждение, а потом оказалась на боку. ДТП произошло на улице Чайковского, сообщают очевидцы. Информации о состоянии водителя нет. Держал маленькую дистанцию, не успел затормозить. Очевидцы сообщили о ДТП на улице братьев Кошириных. Предварительно никто не пострадал. В Челняминске столкнулись два трамвая. ДТП произошло на проспекте Ленина. Очевидцы говорят, движение вагонов на время было заблокировано. Машина влетела в забор в Челняминске. На кадрах видно, как из-за поворота появляется автомобиль. Через секунду он влезается в ограждение возле газона во дворе. Смятку – капот легковушки. Какое-то время водитель не может сдвинуться с места, виднеется дым. Причины, по которым машина не вписалась в поворот, не сообщаются. О состоянии человека, который ей управлял, данных нет. В Челняминске два водителя решили проигнорировать ПДД. Автолюбители говорят, что на этом перекрестке запрещен поворот налево. Но владелец легковушки, видимо, этого не знал. Однако не знать, что проезжать перекресток на красный свет, и тем более на велосипеде, невозможно. Следом за нарушителем на легковушке появился Южноуральс на двухколесном транспорте. К счастью, на этот раз ДТП не произошло. Около крупного супермаркета вспыхнула легковушка. Судя по видео, пламя возникло под капотом. На месте работали сотрудники МЧС, которые потушили пламя. Причина возгорания, скорее всего, в замыкании проводки. А эти клубы черного дыма поднимались сверх в микрорайоне Чурилова. Очевидцы говорят, что тут тоже вспыхнул автомобиль. Пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, выясняется. Когда огонь охватил фургон, он был припаркован. Субтитры создавал DimaTorzok